Спросите у настоящих одесских болельщиков, кто не слышал про связку Нечаева и Сапожникова на правом фланге. Третье место чемпионата СССР в 1974-м до сих пор остается главным достижением в истории одесского футбола. Ведь раньше конкуренция и состав участников в первенстве Союза были едва ли не выше, чем в Еврокубках. А Владимир Викторович был на протяжении долгих лет бессменным капитаном моряков. Одесса без Черноморца и Черноморец без Одессы – это несовместимые вещи. И когда Черноморец играл, у нас ходило 50 тысяч всегда, 45, полный стадион, пароходы там на горизонте, все как положено. И в этот момент, конечно, команда соврала хорошая. Но для нас дома, нам без разницы было, Динамо Киев, Динамо Тбилиси, Арарат, Зенит. Нечаев родом с восьмой фонтана. Его первый тренер – Георгий Кривенко. За почти 10 лет, проведенных в футболке Одесского клуба, он провел более 250 матчей на высшем уровне и забил 10 голов. Мне самый запомнился матч, я вам скажу, мы играли с Динамо Киевым дома. 3-2 мы их обыграли, еще Рудаков в воротах стоял. Я сейчас помню момент, при счете 0-0 они пробили по воротам, не помню кто. Я руками мяч с линии ворот вывел мяч. Раньше такого не было, что красная карточка, сразу все, пенальти, там желтая карточка и все. 1-0 мы проиграли, буквально прошло там минут 15-20. Как раз я подключился, все раз вот так, и помню с левой стороны, справа убрал влево, с левой ноги Рудаку, получите. И вот это был 1-1, и мы их 3-2 обыграли тогда. Качествами он обладал современными, современного защитника. Подключение в атаку, великолепные удары, передачи с флангов. Ну, это был зрелый мастер нашего времени. Футболист от бога, если можно так коротко сказать. Он настолько любил и понимал футбол, что даже недостатки, которые у каждого из нас есть в плане физически или технически, в футбольном плане, которые покрывали его мышление и его понимание игры. Капитанскую повязку Владимир Викторович получил от Александра Полищука, с которым в свое время пришел в команду из дубля. Партнер отмечает его человеческие качества. После трагедии с разбитым самолетом Бахтакора Нечаев усилил ташкентский клуб. Будучи избранным капитаном в 1972 году, мне пришлось потом уйти из клуба по уважительным причинам. И я ему передал капитанскую повязку, с которой он, как говорится, не расставался, наверное, лет 7 или 8. Потому что там был перерыв, когда разбился ташкентский пахтокор. И он, так как золотой человек, то, что я до этого сказал, он откликнулся на эту беду. Даже в этом подчеркивается его глубочайшая порядочность. И вот эта болезнь, она нас всех, как говорится, подкосила. Так что я желаю Володе, я ему сказал, что мы все вместе выздороветь и служить футболу. Последние несколько лет легенда одесского футбола борется за жизнь со страшным недугом – онкологией. Недавно его состояние ухудшилось. Необходима дополнительная дорогостоящая операция и длительная реабилитация. Помогают ему друзья и коллеги из разных уголков мира. На этот клич уже откликнулась и ветераны спорта Америки, организация, которая возглавляет Эдуард Петрович Лучин. Они оказывают тоже посильную помощь. Большую помощь в этом плане оказывает и наш соотечественник, бывший футболист, легенда нашего футбола Леонид Буряк. Володя болеет уже не один год, и мы его уже лет шесть поддерживаем. Но мы, это друзья его, поддерживаем. То-то были профилактические, но сейчас стадия болезни такова. У него плохо с легкими, это онкозаболевание. Он живет в Никополе. Мы решали, что нужно оперативное вмешательство. Слава Богу, мы, врачи, приняли решение, что в Одессе есть специалисты, которые могут взяться за то, чтобы продлить ему жизнь. В период карантина областная федерация организовала доставку гуманитарной помощи ветеранам одесского футбола в разных районах области и даже в других городах. Нечаев тогда записал видеообращение с благодарностью. Я тут к ребятам обращался, всем, через сайт Федерации футбола, всем пожелал крепкого здоровья, чтобы мы чаще виделись и так далее. Ну, знаете, если бы знал, где это, вот, постелил бы. Ну, так получается, мы уже все в возрасте. Да, ситуация сейчас сложная. Но, я думаю, благодаря моим друзьям, благодаря бывшим футболистам, а в основном, конечно, Бибергалу Гриши, он со мной, вот, как мама за мной ходит уже четвертый день или пятый. Конечно, без его участия ничего, ничего не было. Я прямо говорю, то, что оно есть. Футбольная общественность Одессы обращается ко всем небезразличным с просьбой о помощи для спасения нашей легенды. Реквизиты на ваших экранах. Дмитрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».